В суде Мозырского района завершено рассмотрение резонансного уголовного дела. На скамье подсудимых сразу два местных жителя. По версии обвинения, один распространитель психотропов, второй покупатель и потребитель. Оба были задержаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. С начала 20 октября прошлого года под проверочную закупку попал 36-летний мазырянин. Амфетамин он реализовал по старой схеме из рук в руки, что только сыграло в пользу бойцов наркоконтроля. При обысках дома и машин, принадлежащих обвиняемому и его супруге, обнаружили крупную партию наркотиков. Всего почти 430 граммов амфетамина и 2,3 грамма МДМА, револьвер, пневматический пистолет и боеприпасы, крупную сумму денег в рублях и валюте, электронные весы, полимерные пакеты, свертки из бумаги и фольги. В январе этого года в состоянии наркотического опьянения был задержан и 26-летний мазырянин, который, по его словам, ранее покупал амфетамин у обвиняемого. Приговор судом вынесен в соответствии с тяжестью совершенных преступлений. По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 800 базовых величин, что составляет 21 600 рублей. Второму лицу назначено наказание по части 1 ст. 328 Уголовного кодекса в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. На основании закона Республики Беларусь об амнистии от 18 мая 2020 года указанное лицо от наказания в виде ограничения свободы освобождено частично сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован и обжалован сторонами по делу в сроке, установленное уголовно-процессуальным законодательством. Стоит отметить, цена пакетика массой чуть более 2,2 грамма составила 100 долларов США. Мазырянин, обвиняемый в распространении наркотиков, официально числился безработным. При этом в собственности его и супруги находились четыре дорогих автомобиля. Один из них, Ауди А5, конфискован по решению суда. Народе говорят, красиво жить не запретишь. Но, как показывает практика, история всех наркодилеров на свободе долго не продолжается. На карандаш к наркоконтролю попадают быстро. Затем оперативная разработка, спецоперация, следствие, суд, колония. Судом Мозырского района рассмотрено очередное уголовное дело по обвинению жителей города Мозыря в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ, в частности амфитамин, и незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В связи с чем хотелось бы еще раз обратить внимание жителей города Мозыря, что, согласно уголовному кодексу Республики Беларусь, преступление связано с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, связанное с их сбытом иным лицам, наказывается только лишением свободы вплоть до 25 лет. Оба их мужчин есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Первый из них под стражей находится с момента задержания и уже не понаслышке знает, что такое жизнь по ту сторону решетки. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Телеканал Мозырь.